Всем доброе утро! Оно у меня было очень доброе до определенного момента сегодняшнего дня. Не буду рассказывать, что произошло. Эта история останется между нами, так скажем. Сейчас мне принесли компенсацию от санатория. Покажу вам, что за компенсация может быть. Хотелось бы рассказать, но я пообещала, что я ничего никому не скажу. Так что такое вот утро, честно говоря, огромный стресс. Я проснулась в таком, в принципе, хорошем настроении. Хотя вчера до 3 часов ночи я красила волосы, вот покрасила волосы. Знаете, у меня это занимает огромное количество времени. Так что я где-то, наверное, в 12 начала красить волосы, потом наносить маски и потом их сушить. Так что вот получился такой цвет. И я легла в 3 часа ночи спать и уже в 8.36 мы сегодня проснулись. Пока я утром еще сделала маску-тряпочку на лицо, пока накрасилась, конечно же, все это заняло очень много времени. И на завтрак я пришла без, наверное, без 20 или без 15-10 только. Вот. Сейчас уже практически, наверное, время, сколько, наверное, часов? Наверное, уже 11. Я на самом деле хочу прилечь, немножко поспать еще, потому что все-таки я не доспала. В бассейн не хочу идти, потому что только покрасила волосы, не хочется опять мыть их. Я думаю, что в бассейн, наверное, сегодня не пойду. Сегодня такая снежная погода. Солнца сегодня, как вчера, нет. Так что пока настроения гулять тоже нет. Настроение сидеть в номере, смотреть что-нибудь интересное. В 5 часов у нас уже дела, в 5 часов мы уедем и вернемся уже к ужину. Так что, наверное, будем просто чилить до 5 часов вечера. Вот. Плюс я хочу еще позаниматься. У меня занятие вокалом с 4 часов, с 4 до 5 онлайн. Так что немножко еще буду разминать связки. И сейчас, наверное, покажу вам пакет с продуктами, которые мне успешно подарили. Как compensation. И покажу вам, какие же маски я использовала. Расскажу свой отзыв, потому что я вам рассказывала в прошлом влоге, что я купила какие-то маски. Так что сейчас конкретно вам расскажу, как и что, какой отзыв у меня на эти продукты. Честно говоря, так кайфую от этого цвета, который получается с этой краской. Она просто волшебная. Просто люблю эту краску. Такой natural получается. Вообще очень красивый цвет. Прям как будто вы натуральная блондинка такая. То есть корни очень правильного оттенка, такого натурального. В общем, не знаю, мне очень нравится, как это смотрится. Мне кажется, как-то максимально натурально, естественно, очень красиво. Плюс блеск такой дает. В общем, мне очень нравится. Конечно, я использую также масла, поэтому они блестят. Но сама краска, она, конечно, прям дает очень-очень. Смотрите, какой красивенький такой оттенок. Обожаю, как это у меня покрашены волосы. Показываю, что мне тут нагрузили. Короче, колбаса сухая. Хлеб в батон. Вот такие вот они были на завтраке. Какие-то слойки с овощами. Это тоже было на завтраке. Обычные какие-то булочки. Это нарезанный сыр. Опять-таки с завтрака. Ну, хотя бы вот сыр. Дальше вот это белорусский сок АБЦ. Я его не пью, потому что мне он не очень нравится. Он какой-то прозрачный для меня слишком. И вот такое количество фруктов. Киви, три апельсинки и целая ветка. Моя любимая бананов. Как я люблю бананы, обожаю. Так что вот такой компенсейшн сегодня случился. Ну, в любом случае, приятно. Когда тебе какую-то компенсацию после какой-то определенной некрасивой, неприятной ситуации. Не знаю, что я буду из-за того всего есть. Не знаю, съедим ли мы это вообще или отдадим уборщицам. Наверное, нужно что-то отдать уборщицам, чтобы не испорчилось. Потому что, честно говоря, мы такое не кушаем. Вот хлеб-батон мы вообще не употребляем. Крайне редко. Только когда вот, ну, я дома показывала. Дома делаю какие-то галукамоли, да, авокадо. Тогда использую тосты, да. Вот, либо с икрой едим. Ну, как бы, вот. А просто, типа, бутерброды с сыром, с колбасой мы такое не кушаем. Никто из нас. Поэтому даже не знаю. Вот сыр. Можно, кстати, сыр оставить. Немножко сыр покушать. В принципе, он нарезанный. Почему бы и нет? Можно сыр оставить. А, наверное, булочки и соечки я отдам, наверное. Хотя, ну, соечки, наверное, мой съест. А булочки, наверное, он не будет. Поэтому булочки, наверное, дадим уборщице. Вот. Ну, фрукты, это, конечно, приятно. Сто приятно. Фрукты, особенно бананы. Потому что бананов здесь нет в ресторане. Вот. А я бананы очень люблю, обожаю. Поэтому, вот, ну, замечательно будут бананчики. Сок оставим. Мало ли, понадобится. Пусть будет. Так что, вот. Красочку я использовала вот такую. Вот. Это Estelle 10.1 блондин серебристый. Коллекция Love. Вот такая вот замечательная краска. И действительно получается красивый серебристый блондин. Очень нравится. Я эту краску вам часто раньше показывала. Вот. Я ее люблю. Действительно получаются красивые волосы. Без особенного кода осветления. Если осветлитесь предварительно до этого, то будут волосы еще гораздо более белее, светлее. Но я не осветляюсь. Я чисто красками крашусь. Вот. Без особых всяких осветлений предварительно. Хорошая краска. Так что блондинкам могу советовать. Стоит она где-то в районе 2,5 долларов. Цена довольно-таки приемлемая. Ну что, косметика прошла тест-драйв. Вот такие вот ампулы красоты я тестировала. Ампулы красоты для лица. Как обычно белорусы пишут кучу всего на упаковках. Белорусы, берите пример с Кореи. Они никогда на своих вот упаковках столько всего не пишут. Это огромный минус. Это все должно писаться за диспедией. Должна быть упаковка просто красивая. Потому что вот это все, знаете, такое ощущение, что их капсулы делают все на свете. Эти капсулы стоили 10 белорусских рублей. Это сколько у нас там долларов? 4 доллара. Моментальный лифтинг с микроводорослями и смолой акация. Не понравились мне. Я, кстати, вспомнила, что я их уже приобретала много лет назад, когда они только вышли. А вышли они очень давно. Почти уже, наверное, может быть, лет 10 назад. Вот. Я вспомнила, что я их приобретала. И мне они не понравились тогда. И действительно, они ничего не делают особенного. Знаете, как просто легенькая какая-нибудь сывороточка перед сном. То есть, ну, честно говоря, ничего особенного я не заметила на своей коже. Никакого особенного увлажнения не заметила. Поэтому, честно говоря, мне не сильно понравилось. Никакого сильного разглаживания тоже не заметила. Поэтому этот продукт конкретно советовать вам не могу и не буду. Далее приобрела три вида вот таких вот масок. Vitex, косметология. Это их новая линейка косметология. У них есть патчи. Патчи, кстати, были более-менее нормальные. Но очень дорогие. Вот. Я показывала вам их. Я покупала их летом. В большой упаковке патчи. Ну и сейчас вот такие вот приобрела маски на два применения. То есть, видите, с двух сторон хватит их на два раза. Вот эту я еще не пробовала. Это маска скульптора Суперлифтинг. Подтягивание овала лица с гиалуроновой кислотой. А следующие две я уже попробовала. Я вам сейчас их покажу. Они такие довольно-таки, ну, в принципе, нормальные. Вот такая вот масочка витаминная. Она идет вот такая гелевая. И как будто там крупиночки киви такие. Но крупиночек очень мало. Мне попалось буквально три крупиночки. Ну, такая, знаете, очень легенькая такая масочка витаминная. Ну, в принципе, чуть-чуть сияния кожи я заметила. Сделала я ее перед сном. Чуть-чуть освежилась. В принципе, она хороша будет с утра. Вот, стоит она 0 рублей 72 копейки. То есть я вообще за 1 доллар я купила три вот такие вот упаковки. Сейчас еще покажу третью. В принципе, цена приемлемая для того, чтобы где-то на отдыхе взять, купить и пользоваться. Для домашнего применения, конечно, ну, не особо нужно. Такие маски не особо удобны. Я больше люблю тюбики. Ну, а куда-то в поездку, да, использовать, в принципе, очень даже ничего. Вот, нормальная маска. Стали 4, 4 где-то из 5. И вот эту масочку я тоже уже протестировала. Я сейчас делаю каждый день по две маски вечером. И одну маску я делаю утром. Вечером я делаю вот эти всякие разные белорусские маски, которые я накупила. Утром я делаю маску-тряпочку японскую. Тоже вам ее попозже покажу. Значит, вот такая волшебная маска для яйца, омолаживающей, с гиалуроновой кислотой и пептидами. Она такая просто беленькая, кремовая. Маска мне, в принципе, понравилась. Неплохая, хорошая. Тоже оставлю ей четверку из пяти. Тоже можно вечером нанести и сделать неплохо. Вот. На утро, в принципе, тоже она зайдет. Ну и утром я делала вот такую вот маску-тряпочку. Японскую, которую я очень люблю. Я их брала с собой. Здесь семь штук в упаковке. Обожаю эти маски. Они действительно хорошо увлажняют лицо. Хорошо напитывают. Поэтому с утра это просто бомба. Наложили маску-тряпочку. Сидите в телефончике. Смотрите видео какие-нибудь, да. Просыпаетесь, так скажем, пьете водичку. Ну, это я делаю с утра обычная. Так. И 20 минут она у вас на лице. У меня сегодня она была где-то даже больше, 25, пока я вам обрабатывала видео. И все. Вы знаете, действительно очень лицо такое увлажненное, классное. Потом можно умываться и делать макияж. После масок-тряпочек, если мне нужно делать макияж, я всегда умываюсь предварительно. Потому что они очень липкие. И, соответственно, если вы нанесете макияж, то макияж будет смотреться некрасиво на липкой коже. Поэтому после того, как я сделала маску-тряпочку, я умылась холодненькой водичкой. Да. И нанесла крем Mary Kay Time Wise. И после этого крем немножко впитался. Time Wise очень быстро впитывается. Особенно на увлажненную, умытую кожу. И все. И потом я уже наношу свой макияж ежедневный. Вот. Продолжение следует.